Судили мальчика-гимназиста, ударившего ножом своего одноклассника. Причиной его отчаянного поступка была ежедневно возобновлявшаяся травля. Мальчик был горбат. Горбун. Каждый день на протяжении нескольких лет приветствовал его пострадавший. Кони произнес самую короткую и, возможно, самую эффектную речь в своей адвокатской карьере. Он начал так. «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» «Здравствуйте, Анатолий Федорович!» Ответили присяжные заседатели. «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» «Здравствуйте, Анатолий Федорович!» Вновь, но уже с недоумением ответили присяжные. «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» «Да здравствуйте, уже наконец, Анатолий Федорович!» Ответили присяжные с сильным раздражением. Кони вновь и вновь повторял свое приветствие, пока и присяжные, и судьи, и все присутствующие процессы в те времена были открытыми, не взорвались от ярости, потребовав вывести этого сумасшедшего из зала суда. А это всего лишь 37 раз, закончил свою речь адвокат. Мальчик был оправдан. На самом деле Анатолий Федорович Кони никогда не был адвокатом, но благодаря своей беспримерной справедливости остался в народной памяти скорее защитником, а не суровым обвинителем. Занимаясь расследованием самых сложных, запутанных и громких дел, он собирал все возможные доказательства невиновности, и если они перевешивали, то решительно принимал сторону обвиняемого. Субтитры создавал DimaTorzok